так всем здравствуйте привет девчата здравствуйте сегодня у нас четверг мы с вами как всегда встречаемся в прямом эфире говорим про дизайны может быть нам кто-нибудь махнет рукой что нас видно слышно хочется как бы это знаете как обычно все же начинает прямой эфир на здравствуйте нас видно слышно не пойму если у нас тут контакт с вами все замечательно все видно и слышно вероятно да добрый день здравствуйте значит девчата так надо наверное вот так вот сделать возьмем так вот откроем достанем сразу на сегодня с вами возьмем в работу так я вот так вот типсики подвину наверное и разложу сейчас 456 номер вот так наверное вот так 456 457 и конечно же сразу всем будет понятно на какую тему сегодня у нас встреча так пятьдесят восьмой пятьдесят девятый 60 60 и 61 ох вот так и так девчонки значит это так пока мы тут собирались все вот тут нам с вами все здоровьтесь здравствуйте здравствуйте так значит каждую неделю в четверг два часа дня мы с вами встречаемся и проводим мастер-класс на тему да дизайны дизайны незамысловатые дизайны несложные дизайны конструкторы дизайны со скоростью феррари быстрые дизайны дизайны для мастеров которые не рисуют вот и мы значит с вами делаем варианты дизайнов на сегодняшний да у нас такой сегодня заявленная тема это новогодний конечно же уже приближающиеся все дела которые приближаются к нам да не очень быстро очень как-то все проходит в этой жизни да не успеваешь насладиться жизнью вот но и тем не менее осень подошла к своему логическому завершению сегодня у нас уже 30 ноября до крайний день осени 2023 года и начало зимы начало зимы завтра уже 1 декабря с ума можно сойти сейчас раз два три сенокоса всех мастеров и придет наступит новый год вот ну а конечно же как бы сенокос никто не отменял да я уже упомянула это слово значит но все будут и конечно же мастера активно работать вот есть возможность поработать и есть возможность заработать вот и чтобы вы не особо много потратили времени на придумки чтобы придумать чтобы такого сделать да для этого существует компания эми который выпускает материалы каждому празднику значит материалы каждому в смене времени года до всякие декорации новые гель-лаки и так далее ну и мы кто проводит прямые эфиры на страничках эми вконтакте и в инстаграм катя мирошниченко проводит да всякие разные варианты прямых эфиров проводим для того чтобы облегчить ваш труд да чтобы вам помочь как бы с выбором чтобы такого сделать клиентам и так девчата значит выше вышла новая коллекция гель-лаков ну это прежде всего так я пока тогда так вот так сейчас секундочку сделаем и так то это fly видите вот новая коллекция очень такая красивая новогодняя коробочка такая бирюзовенькая да красивенькая в ней находится 6 гель-лаков с огромным количеством шиммера светоотражающие те частички очень красиво насыщенно переливается все замечательно для любителей конечно таких более светлых оттенков скажем так 456 номер 457 58 459 460 461 так ну пробовала девчат на предмет типа кошачьего глаза да нет эти частички не реагирует на магнит короче по крайней мере мне не очень получилось поэтому как бы позиционируем их просто как такие вот мерцающие цвета до светоотражающие гель-лаки как сейчас очень многие компании как бы выпускают но вот мы предлагаем вам вот такие вот довольно таки плотные пробовала делать на клиентке это покрытие делать девчат в один слой в один слой не могу сказать что тонкий но с выравниванием с выравниванием один слой получается очень красиво ничего лишнего на камуфлирующей базе получается довольно таки такой он довольно есть такая мишка прозрачность но вот это вот мерцание конечно она как бы затмевает все и красота этих гель-лаков конечно же вот в этом красивом мерцании значит коробочка 6 цветов до 6 цветов доставать не буду красить не буду потому что я так думаю что есть разные спикеры которые выкрасывают прям в прямом эфире я уже покрасила и все моя задача это все-таки дизайны и так новая коллекция гель-лаков 456 номера по 461 я пока знаете как бы суетилась и начинала разговор прямом эфире не сказала вам о том что вот тут вот со всеми нами здороваются если вдруг какие-то вопросы будут значит вы и девчат спрашивайте ладно потому что в любом случае для меня прямой эфир это каждый раз найти такой немножко стрессовой ситуации всегда немножко переживаю всегда какие-то нервишки я вот тут в коробку сложила не сейчас вот положу здесь пыталась пробовала просто пыталась пробовала какие-то интересные варианты сочетании цветов и так далее что-то как-то вот у меня такой вот вариант не очень зашел это вот бирюзовенький цвет 456 до на светлом перламутровом 458 цвете ну вот как-то не знаю не зашло поэтому акцент сделала вот на таких вот темных и красненьких значит в помощь себе подумала что очень бледный цвет и конечно очень все это красиво видно сейчас я попытаюсь сделать вот так опа видно здесь девчат есть и объемная картинка да вот эти вот наши nail cruise 5d вот плюс немножко росписи от руки и плюс немножко стемпинг плюс добавила еще дополнительный цвет и этот цвет конечно же может быть любым можно и красный можно взять из синий и зеленым будет красиво смотреться поэтому я думаю что будет такой универсальный вариант вот красный серым серый цвет мерцающий он будет принципе прикольно сочетаться с любыми цветами ну вот я взяла красный такой мышка кричащий но какой-то акцент мне хотелось бы я вот не сильно люблю когда совсем-совсем бледняченькие цвета такие бледные бледные да мне хочется какая-то вот чтобы выделиться да чтобы какая-то такой все-таки акцент был тем более что мы говорим про дизайн на одном ноготочке так варианты вот с черным цветом вообще мне сильно-сильно понравились особенно вот с фонарем это нечто причем конечно же я не рисовала от руки конечно же я его прикрепила в виде объемного слайдера вот но очень классно если например прикрепив какой-то слайдер вот видите здесь вот письмо такое какое-то было невзрачное а получилось вот так вот с добавлением веточки получилось очень даже прикольно на черном фоне здесь вот это такая вот игрушка да этот стеклянный шарик где там летит свет о снег и там вот внутри здрасте здрасте а вот значит да я сделаю из вот тут и как виолетта пишет я предлагаю 1 сделать например из верхнего ряда 1 сделать из среднего ряда нижней как-то мне не очень как-то знаете вот ну картинку прикрепила и прикрепила мне как-то вот они не очень интересно понравились я еще с микки маусами подумаю посижу вот поэтому как бы вот с объемными картинками очень прикольно смотрится не знаю понравилось вот все таки мучилась мучилась считаю что вот такие красивые на самом деле делается очень просто окажется что это что-то сверхъестественное так значит кто помнит кто за нами следит за работой компании значит я сейчас секундочку девчат в перчатках не могу экран сузить получилось значит ну кто следит давно как бы за нашими прямыми эфирами я уже вот как бы два года вещают вот по четвергам два часа кстати на всякий случай меня наташа зовут как люгина живой в ростове-на-дону работой в школе катерина мирошничанка в прошлом году выходила пластина новогодняя вот с такими вот вариантами там елой шарики снежинки там и так далее значит для сплансита для стемпинга в этом году вышло несколько другого характера вот с такими варторнаментами я так думаю что у нас еще впереди с вами не один четверг когда которым мы будем делать новогодний дизайн в сочетании с разными цветами гель-лаков и думаю что мы будем часто вспоминать про пластину про пластинку для стемпинга потому что во первых потому что это быстро потому что это модно современно и я сейчас думаю что в 90 процентов случаях мастеров пользуются конечно же стемпингом да техникой стемпинг очень прикольно и на самом деле не обязательно там что-то наворачивать как мы пытаемся тут навернуть и одно и второе третье пятое десятое добавить можно просто отпечатать снежинки на каком красивом фоне и все будет красиво да по новогоднему будет смотреться то есть новая пластина номер 14 которая вышла у нас в этом году вот с орнаментами клетка снежинки игрушки видите вот такой красивый это лени там и так далее шарики с новым годом вот такой интересная боковая вот такая веточка ну забавная тема на самом деле пыталась с ними делать но я думаю что мы еще неоднократно будем делать и может быть у кого-то сохранилась пластинка с прошлого года плюс добавим пластинку с этого года до для наших дизайнов ну и декорации декорации которые мы с вами добавим в работу конечно же возьмем те которые у нас вышли в этом году новые это нелкруст 5d душевный вечер вот такие вот как раз таки видите вот они фонарики которые мы сейчас задействуем с вами да вот видите письма да такие вот как не знаю подарочный конверт или это письмо неважно шарики елочки бокальчики думаю что мы в принципе думаю за эти все четверга до нового года мы сделаем наверное со всеми картинками но пока я начала вот с фонариков писем и шариков вот этих вот видите вот этот вот игрушка вот это вот стеклянный шарик где вот снежинки там бегают вот ну не знаю думаю прилеплю шарик будет фонарик думаю некрасиво будет придется каким-то образом обыграть а обыграла и получилось мне прям сильно нравится вы знаете мне редко нравится вот варианты работ который делаешь вроде бы как делаешь все четко отрабатываешь заданную задачу значит вот показать этот гель-лак добавить вот эту декорацию так далее а тут мне прям нос сильно зашло так интересно смотрится так красиво так и так это будет на лкруст у нас душевный вечер номер 42 до компания эми радует выпускает тут же предлагает дизайны марта мерцание номер 12 значит я по моему прошлом четверг прошлый четверг мы или позапрошлый позапрошлый четверг добавляли уже в работу если кто помнит у меня тут они просто под руками эти типсики помните царь ноготь уже добавляли видите в работу отделяли две зоны друг от друга и добавляли вот эти вот слайдеры да они в виде камушков и вроде как объемные камушки получаются видите вот они прикольные до царь ноготь для любителей так это у нас получается мерцание да вот такие штуки-дрюки красивые видно девчат так и еще вместе с нелкрустом вышли нелдрессы одежда для ногтей ну конечно новогодняя тема конечно же деда морозы конечно же елки love мэри крисманс и так далее то есть надписи и так далее это слайдеры до которые мы можем добавить значит везде вы смотрите с микки маусами прикольная тема я это самое может быть уже все это видели и может быть кто-то что-то там скажите уже кто-то там что-то пробовал даже делать слышите но я вы тут ничего не поняла что это такое видимо уже как бы не знаю при хорошем своим зрением я никак не могла понять почему микки маус на палке торчит оказалось поближе рассмотрела это оказывается молния расстегнутая молнией и из молнии торчит микки маус ну конечно когда он я прям сильно прям прочухала эту тему я тут же всяк взяла и это тут дизайн такой знаете как бы напрашивается сам собой смотрите то есть вы можете например вот этот цвет который я сделала красным вы можете сделать его синим зеленым фиолетовым желтым розовым каким хотите то есть абсолютно все равно вот я значит с помощью пластины для стемпинга которая новая номер 14 видите вот здесь вот орнамент с оленями олени да взяла просто белый лак для стемпинга отпечатала на красный фон но естественно покрывала когда ноготочек вот эту дырочку оставил то есть раз кисточкой провела с этой стороны кисточкой провела и между этими половинками вставила вот этот вот видите слайдер до молния как будто из нее вылазит вот такой вот микки маус слушайте на общая тема вообще прикольная и свет и ротчик вроде когда и картинка не знаю вам нравится не нравится если нравится там какой-нибудь плюсик поставьте а вот мне просто интересно я знаете как ребенок радуюсь короче нравится эти такие дизайны всякие делать конструировать из чего-то когда ничего нету в руках ну покрыл ну нарисовал вензелек а когда есть из чего прикольно получается так тут пока с нами все поздоровались я вернулась немножко мало ли вдруг вопросы какие-то давайте какой-нибудь верхней обязательно я тоже ломаю какие дизайны придумать на новый год хочется яркого а коллекция светлая но классно я тоже согласна тань вот реально как бы вроде бы все как бы понятно коллекция светленькая и вроде новый год и знаете вот я еще сегодня вот вчера вечером сидела готовилась прямому эфиру и подумала ведь атрибутика ведь у нас везде всегда вот одна и та же да уже много-много лет это елки это деда морозы это снежинки это вензелечки то есть как бы ну никуда ты от этого не денешься по большому счету но и тем не менее тут свет какой-то другой тупо расположена как-то по-другому то какое-то ярко но на самом деле вот запомнили скрин сделайте себе и вот например слайд на элдрес ага я не сказала название миссия рождество 122 миссия рождество 122 да номер классная штука мне нравится конечно же со всеми с ними сейчас постепенно мы со всеми этими картинками конечно дизайна сделаем но вот самый простой способ до любой цвет мне еще я думаю на синим будет красиво смотреться на каком-нибудь перламутровом на темном каком-нибудь изумрудном до зеленом прикольно будет смотреться вот поэтому как бы вот такую тему можно как бы сделать так убираю до сфотографировали и так это миссия рождество и еще один вот такого деда морозом нескучный праздник нескучный паздник 123 нэлдрес это вот новый нэлдрес которые вышли к новому году я девчонки всем как бы все так привычно часто бывает и тут вот к нам подключилась юлия лапшина юля здравствуйте юля я вас не слышала не видела тысячу лет махните рукой рада вам надеюсь что у вас все хорошо так но огонечки огонечки у меня уже эту коллекцию носят у всех ассоциация зимой надежда нам написала и мы очень рады на самом деле классная тема новый год все таки это такой знаете что-то сказочное новый год должны чудеса в конце концов свершаться да если не верить ни в какие чудеса то чё тогда жить ну что потихонечку поехали до девчат мы с вами сделаем из красненьким вариант потому что они все очень простые варианты сделаем с черным цветом варианта пока я прикрепляю типсик я очень это скажите прямо дело перчатки же вы наверно все заметили что в одной перчатке сижу не в одной а в двух потому что кто-то давно не делал коррекцию и этот кто-то сегодня пойдет на коррекцию после того как закончится прямой эфир а пока хвастаться нечем у меня нету нового красивого черного френча поэтому придется мелькать в экране синими перчатками так ну что потихонечку прикрепляем пальцем на ноготочек так ну поехали да ну конечно же будем сочетать например мы возьмем из новой коллекции номер так я с перепугу 450 ну-ка девятый этот серенький наш возьму из новой коллекции номер 459 и давайте сделаем такой очень-очень-очень простой градиент так значит с одной стороны я сейчас нанесу очень-очень-очень тонкий цвет ой тонкий слой потому что вот с этим вот маленькие вот эти вот мерцал очки по типси прям проскальзывают сейчас девчат секундочку так тонкий-тонкий-тонкий очень тонко-тонко равномерно и нанесу черный гель-лак номер 30 черный гель-лак и с краешку с краешку протянулось прям сбоку сильно много не буду много не надо совсем чуть-чуть так ну и надо будет все это дело аккуратненько перемешать девчат можно взять прям кисточку из флакона возьму кисточку из черного глянца кисточку вытру вот так смотрите положила на салфеточку салфеточкой зажала и сделала такую с кисточку лопату видите такая плоская лопата то есть даже можно не пользоваться никакими специальными приспособлениями и вот здесь аккуратненько аккуратненько по границе протяну черненький цвет в сторону нашего серого до цвета это только первый слой никакой паники просто делаю основу знаете такой как грунтовочный как грунтовку все аккуратненько даже никакой специальной кисточки не брала абсолютно до кисточка из флакона достаточно так а нам тут написали маленький комплиментик такой маленький аккуратненький такой да я на самом деле так все время смущаюсь когда начинаю как бы оттягивать какое-то внимание до собеседников на самом деле очень сильно как бы начинаю нервничать еще больше короче ухожу в нирвану так давайте мы сейчас пока прикрепим пока сохнет наш первый вариант прикрепим вторую типсик эти вот подготовительные моменты никто их не отменял на что сделать если у нас клиентка пришла вместо ногтевого ложа у нее вот такая вот масса для фиксации да и нам приходится еще и ноготь и налепить так ну а мы с вами наносим давайте красный цвет подготовим просто фон для края красненький мы возьмем из коллекции которая вышла не так давно пор как господи с моим то мы с моим-то английским да борт аут красный короче я не буду умничать просто открою коллекцию там шесть оттенков красного цвета и давайте например возьмем какой-нибудь яркий цвет на самом деле все красивые давайте не знаю 454 взяла из коллекции из красной коллекции да я думаю что красных оттенков у всех всегда очень много давайте например мы с вами вот так аккуратненько можно верхнюю часть просто ноготочка сделать да я вот я уже просто так делал мне нравится когда знаете вот под часть ноготочка не надо там сильно быть семи пядей во лбу что просто провести по на полного . красный цвет правильно же единственное что надо конечно поправить надо взять какую-нибудь тоненькую кисточку просто чисто поправлю границу я потом все равно сюда какой-нибудь шарми кончик приклею вот поэтому просто выровнять чтоб ровненько было так все просушиваем так а во втором варианте девчонки простите в первом варианте еще раз дублируем фон можно например черный уже не добавлять мы с вами его как бы основы сделали но вот а теперь полноценный серенький не хотя надо да добавить что-то я прям так грубанула что не добавлять довольно таки плотно закрывает сейчас посмотрим мы с вами всегда можем все подправить расправить возьму кисточку овал четверочку видите четверочка овальчик просто можно здесь вот слегка слегка очистить и если будет желание можно и черный цвет добавить вот так сделаем лишнее так все есть такое дело до сейчас чуть-чуть подниму задеваю провод все теперь не задеваю лишний слой убрала так с одной стороны у меня затемнение на добавлю я немножко черненького да ну прям вот не могу я без черного жить самый красивый цвет на свете это либо черная гелевая краска черный тюльпан либо черный гель-лак черный глянец несмотря на то что мне нравится черный цвет я довольно таки позитивный человек сам себя не похвалишь то еще похвалит да возвращаемся к 459 номеру и теперь добавляем серенький цвет первый слой тонко-тонко-тонко с продиранием практически как будто это грунтовочный такой знаете и еще вот покрывала ногти подружки когда покрываешь на базу на липкий слой ложится очень удобно как бы все по глянцевой тип по глянцевой типсика что скользить надо было хотя бы за бафиком за бафить тогда все бы было хорошо так это у нас серенький тот же цвет 459 из банально с черным глянцем до номер 30 гель-лочок всякий случай до номер 30 где у нас вот так вот номер 30 так значит здесь мы дублируем второй раз серым цветом и оба фона у нас будут готовы мы с вами один сделаем и второй сделаем так просушиваем и теперь девчат стемпинг да непосредственно нам нужно будет новая пластинка салфеточку смочу в жидкость для снятия гель-лака лучше всего очищает до пластиночки и так далее так мы сейчас это все уберем подушечка для стемпинга очистили с помощью ролика для одежды лист скотча так и и и давайте возьму черную лак для стемпинга до номер вот здесь у нас ноль второй секундочку чтобы жиденько ложился лак для стемпинга черненький можно воспользоваться кстати черной пасты но мне черные пасты по сравнению с лаком проигрывать все-таки краска для стемпинга черного цвета она все равно как бы качестве не лучше да девчат легкий накат на подушку не давим от слова совсем ой-ой-ой все у нас отпечаток отпечаталась я замечательно как неудобно в перчатках так девчат придется сделать дубль два как я сама себе помогла за ту качественно на перчатку отпечаталась но ничего придется сейчас еще разочек пластиночку удобно очищать жидкостью для статия гель-лака вообще идеально очищается даже почти об себя не надо вытирать так и еще разок так лак для стемпинга все лишнее убираем знаете когда сижу под под телефоном под камерой на те обезьяна с гранатой так все вот мы набрали так убираю в сторону работаю сама и пачкаюсь как не знаю кто так и давайте отпечатаем у нас получается такой видите как текст видно не видно будет потом все равно хорошо видно так высыхает конечно же лак для стемпинга на воздухе можно отпечатать пару каких-нибудь снежинок ну вот например можно воспользоваться конечно и старые пластинка может быть у вас еще какие-то есть пластины до со снежинками ведь много же новогодних пластин выпускают я даже не буду зацикливаться но может просто у кого-то есть такая пластина потому что сейчас у нас по моему продажи есть только вот новая пластина она более актуальная более интересная вот например со старой пластинки можно вот например Снежиночки взять А еще может кто-то помнит У нас еще были Снежинку поставила Что-то такое умное хотелось Всякие новогодние тоже дела были такие И были шармиконы со снежиночками Может кто-то помнит Сейчас я вам напомню Я даже где-то с собой взяла Нашла в рабочих Шармикончиках Нет, они точно где-то ниже Вот в прошлом году веточки были Вот, нашла Снежинки Мне кажется, это, знаете, такой товар, который не может вообще выйти из моды Может быть еще у кого-то такие остались Можно было бы сейчас тоже воспользоваться Например, снежинки были у нас, по-моему Золотого, серебряного цвета И белого были прикольные Вот веточки тоже прикольные будут смотреться Тут тоже, кстати, есть маленькие снежиночки Не помню, как назывался этот шармикон Но здесь вот были золотые снежинки и белые снежинки И если я сейчас умудрюсь отклеить шармикончик Вот в перчатке, конечно, это Отклеить отклеила Только она у меня куда-то улетела Перчатки Это та еще тема Вот видно, например Хотела сделать Это стемпинг Снежинка Это, например, наклейка Ну почему бы и нет Так, ну давайте еще какую-нибудь снежинку отпечатаем Можно какую-нибудь маленькую Уберем все лишнее И отпечатаем на задний план Звездочки Ну вот так Все Пусть будет так Все Замечательно Так, теперь, теперь, девчат Значит, возьму, естественно Наш объемный слайдер, да Как они у нас называются NailCrust 5D И это будет, например Ну, фонарик, да Мы договорились сделать Хотя, на самом деле, это может быть сейчас И фонарик И игрушка И конвертик Ну давай с фонариком Мне просто больше очень нравится с фонариком Зашла мне прям сильно эта картинка Так понравилась Такая загадочная получилась Так, давайте вот так Берем фонарик Естественно, нам нужна мокрая салфетка Потому что все слайдеры мы размачиваем в воде Правильно же? Все, что на бумажной основе Это переводные картинки Которые нужно предварительно Положить на мокрую салфетку Положили Так, на что будем прикреплять? Прикреплять будем, конечно же, на слайдер-топ Если слайдер-топа у вас нет Купите его Если нет слайдер-топа Можно, конечно же, воспользоваться базой Но в любом случае, девчат Я думаю, что слайдеры все равно Все прикрепляют, все работают Просто единственное, что кто-то просто на липкий слой прикрепляет Кто-то на базу, на просушенную Кто-то вот на слайдер-топ На самом деле, просто слайдер-топ, девчат Он не дает сколов И поэтому мы, конечно, слайдер-топ У нас участвуют в дизайнах И внутри, и снаружи И мы на этот слайдер-топ на просушенной Отпечатываем и фольгу И блесточки втираем Он у нас такой, знаете, прям рабочая-рабочая лошадь Короче Так, пока слайдер-топ мы сохнет Картиночка уже готова к употреблению И мы с вами прикрепляем на липкий слой Значит, ну, чтобы попасть туда, куда мне надо Можно, например, как прикрепляют, например, слайдеры Иногда берут, например, подушечку для стемпинга Да? Оп Вот, схватили Видите? ой-ой-ой-ой, тихо-тихо-тихо, держись видите, вот там фонарик, да? я прикрепила, вот его и теперь на липкий слой слайдер топа просушенного так как мы его, наискосочек, да? можем в эту сторону, можем в эту сторону как бы нам прикрепить а ну-ка я посмотрю, как я здесь прикрепила ага, дном к черному, да? вот так ну давайте так же сделаем ну, по крайней мере, так расположение точно такое получается в тему так, немножечко мне нужно его подвинуть по центру все, прикрепили фонарь, просушили в ланге обязательно любой слайдер неважно, тонкий, объемный неважно, абсолютно, нужно обязательно обработать ультрабондом или праймером почему? да потому что слайдеры не имеют липкости, для того, чтобы было хорошее сцепление нам нужно обязательно как бы клеевую основу какую-то нанести а ультрабонд или праймеры не всегда липкие правильно же? поэтому обрабатываем ультрабондом поверхность нашей картинки объемной причем не бойтесь прям хорошо, хорошо, хорошо обработать картинка должна прям пропитаться ультрабондом вот если тонкие слайдеры нельзя 10 тысяч раз вводить по одному и тому же месту только один раз, да? проводим и ждем пока высохнет одну-две минутки на воздухе то в этом случае, когда картинка объемная нужно ее прям пропитать хорошо ультрабондом на воздухе высыхает одну минутку видите, пока болтаю, она сохнет можно даже подуть все, и после этого закрываем топом ну давайте, можно закрыть матовым топом можно закрыть глянцевым топом мне очень нравится, например, ультрашайна очень хорошо блестит вот, и несмотря на то, что я сейчас буду дальше немножечко добавлять рисунок эмпастой белой вот можно, в принципе, ну как бы ну мы же как бы не рекомендуем особо там, допустим эмпастой рисовать по ультрашайну, да? если это будут какие-то маленькие точки ничего страшного не случится вот но лучше, конечно, допустим воспользоваться топом теклос да, всем известным алиматовым топом потому что все-таки ультрашайн он такой вне себя от себя как нарцисс он сам себе даже не рад если нанести ультрашайн два раза ну как бы первый слой просушить потом второй слой просушить то получится, что он второй слой может сколоться с первого потому что он как стекло он стекляшка так, девчат, ну я тем временем взяла кисточку овальную чистенькую и вот не просушивала просто аккуратненько убираю с фонарика излишечки нашего глянцевого топа просушиваем в лампе так, нам потребуется тоненькая кисточка но у меня это будет 5 дробь 0 линеарная неизменная наша тонкая кисть я бы даже вам номер показала но у меня уже даже просто вытерся номер с кисточки я его тут за кардом 5 дробь 0 белая синтетика 5 дробь 0 белая синтетика так, и эмпаста белый рафинад эмпаста белый рафинад эмпаста классическая эмпаста ничего такого сверхъестественного так и мы с вами сейчас я возьму немножко на пальчик так немножечко взяла кисточкой вот так, оп белый рафинадик и по готовой поверхности тоненькой кисточкой так, кисточку хорошо бы смочить в капельке базы да, девчат? возьму просто жидкую базу бейсгель капелька вот она, да? и кисточку промой мы всегда рекомендуем кисточку перед началом работы промыть в капельке базы я понимаю, что я сейчас очень плохо поступила налила огромную жирную каплю но мне просто хотелось, чтобы вам было видно вот, но оставлю никуда она не денется если придется еще раз промыть еще раз в ней же промою все лишнее убрали так и аккуратненько кончиком кисточки не нажимая особо можно вот так вот аккуратненько аккуратненько так вот тут вот держатель так крышечка с одной стороны так аккуратно вот эти все грани чуть-чуть прям по выпуклым граням белой пасточкой тут вот кривоватисто получилось но я думаю, что в общем и целом все равно будет прикольно прям выделить грани так вот здесь 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 и плохо вижу под, скажите, под телефоном но ничего, ничего, сейчас все равно подправлю немножечко надо сейчас типа сделать, видишь, что типса упала и поправить еще раз на ходу так, я тут просто почитала комментарии немножечко крутанула, бёрн-аут мне там это подсказали, да, бёрн-аут набор красных гель-лаков чего вот это вот мучиться все знают, о чем речь между прочим, знаете, вот мне сейчас думаю, ой, как неудобно неправильно название там сказала на самом деле нет, всё нормально но я все время извиняюсь за свой ломанный английский так, все, фонарик подчеркнула так, и повешу его на ниточку вот сюда линию проведу через вот этот вот держатель и, например, вниз так и даже можно придумать, что на этой верёвочке вот тут вот узелочек с маленьким бантиком как шнурочек так хотите, еще один рисуем если бантик простой, то 30 рублей за бантик если бантик более сложный, тогда можно и за полтинничек так, ну и никогда не помешает несколько каких-нибудь точечек особенно, если где-то по ближности есть снежинки мне кажется, становится такой, знаете, более живой добавить несколько точечек типа снежинки снег несется тут прям вот валит вот, всё, предлагаю остановиться так просушиваем 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 и размещаем вот сюда в наш рядочек, да такой вот маленький я тут пока глаза подняла Таня, по-моему, Танюш, ты написала, да Татьяна, да, Владимировна написала, что олени не отпечаталась Тань, ты написала, да пластина очень классная но у меня почему-то принт с оленьями не отпечатывается штамп и лак новый Тань, короче, я, короче, тоже когда первый раз отпечатывала у меня тоже не отпечаталась я взяла, короче, жидкость для снятия гель-лака салфеточку смочила её в жидкость вытерла пластину перед первым ну, первый раз попробовала не получилось всё прям, всё хорошенечко вытерла потом на сухую и уже второй раз отпечаталась то есть нужно пластиночку ещё как бы, да привести в соответствие взять и вытереть её жидкостью для снятия гель-лака ну, если обезжиривать или если под руками но всё-таки жидкость для снятия гель-лака она будет лучше очищать видимо, всё равно там, знаете остаётся производственное что-то какая-то плёночка которую вот нужно убрать и потом она будет легко отпечатываться так давайте вот сюда, да к нашим фонарикам чуть светлее получился вариант оп видите, вот фонарики такие прикольные получаются на самом деле очень невзрачно а потом раз-раз-раз и получилось классно тут у меня чуть он светлее получился видите, тут чуть темнее всё зависит от фона ага посмотрели, да теперь, девчонки, мы продолжим да, я тут такая резкая значит, там подняла голову тут парни пишут ну, им 300 лет это не надо, конечно заняться больше нечем как писать письма про любовь так, помните, да у нас опять же серебряный гель-лак можно немножечко продублировать обновить а то уже он прям в лампе такой прям стал еще типса немножечко выдает фон получается она такая с розовинкой, да и так у нас получается серебристый оттенок 459-ый из нового набора новогоднего красный цвет burn-out на коллекции гель-лаков красного цвета 454-ый я взяла, да номер так, и мы продолжаем работать с новой пластиной для стемпинга и мне потребуется сейчас фон со снежинками да, хочу сделать так, берем вот этот вот например вариант видите, со снежиночками да, вот добавим на наш серый фон естественно, возьмем белый лак для стемпинга кстати, можно и белую импасту взять вот, кстати, белый лак для стемпинга и белая импаста белый рафинад девчата, абсолютно и лак хорошо отпечатывается и импаста хорошо отпечатывается так, легкий накат на подушечку не давим на подушечку от слова совсем набираем все наши снежиночки пробуем не стереть опять все это дело перчаткой так, и мы с вами аккуратненько отпечатываем я сейчас вот так вот на нижнюю часть видно, да? и вот сюда мне нужно приноровиться чтобы еще раз не набирать сейчас, сейчас, сейчас сейчас вот сюда отпечатать все отпечатала развернула отпечатала так, естественно высыхает на воздухе так, теперь мне нужно сделать четкую грань можно взять как раз таки мои любимые шермиконы это всякие полосочки помните? мы уже неоднократно с ними делали дизайн и золотые полосочки и черные линии золотые линии черные линии а сегодня возьму белые линии да? хочется что-то нежненького и девчат шермикон лучше всего приклеивать на поверхность которая покрыта топом без остаточной липкости и в нашем случае это теклос 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 просушиваем в течение 30 секунд так берем тоненькую какую-нибудь полосочку снимаю с носителя да? попробую это сделать без ой, сняла да не ту хотела которая потоньше а почему не ту? пусть будет эта ничего страшного так прикрепляем на поверхность отделяем да, зону которую мы выделили красным цветом девчат, опять же все время хочется сказать что это такие универсальные построения вместо красного цвета может быть цвет совершенно любой так уберем излишнее так излишки вот так аккуратненько и вот сюда на эту сторону даже да, конечно давайте приноровиться выделили, девчат еще раз повторю зеленый цвет синий цвет фиолетовый любой цвет которым вы будете покрывать просто все оставшиеся ногти все-таки мы говорим про дизайн одного ноготочка поэтому вот эта зона которую мы выделили конечно же она может быть любого любой так значит тут у нас парень да, глумится глумится так я пролистываю товарища нашего дай бог ему здоровья так девчонки тут присоединили эмпаста специально для стемпинга так вот Светлана спрашивает у нас конкретный есть вопрос значит Светлана нет эмпаста эмпаста это гелевая краска без остаточной липкости которая сушится в лампе а лак для стемпинга он как-бы всем известен да, лак для стемпинга основа обыкновенная лаковая вот поэтому вы говорите или обычная эмпаста обычная эмпаста эмпаста от компании эми что такое эмпаста это название материала да, а что такое по свойствам эмпасты это гелевая краска без остаточной липкости И поэтому как бы можно лаком для стемпинга отпечатать рисунок, а можно взять импасту, импастой отпечатать. Так, парень тут у нас глумится. Так, девчонки, я ответила на вопрос. Если вдруг где-то что-то еще какое-то пропустила, вы мне тогда напишите еще разочек. А девчонки-администраторы, может, видят нашего замечательного парня. Может быть, вы его все-таки каким-то волшебным образом остановите. Так, ну а я пока продолжу. Так, теперь фон у нас готов. Прикольно получается. И снежинки, и серая блестит, и плюс красная вставка яркая. Ну, конечно же, давайте опять же посмотрим, что мы можем добавить из нашей объемной картинки. Девчата, я добавляла, смотрите, вот шарики. Видите, вот шарики. Я бы тут вот звездочка с веточкой. Вот здесь вот даже свечи добавляла, да? Ну, давайте. Мне просто тут вот с краешку просто удобней. Я вот возьму с листочками шарики вот эти, не знаю, шарики. Листики или это какие-то яблочки. Ну, в любом случае будет смотреться как украшение, правильно же? Так, где у нас коробочка с водичкой, девчат, нашла. Влажная салфетка. Все, да, переводная картинка, хоть и объемная. Опять же, прикрепляем на слайдер топ. Если слайдер топа нету, то тогда база, да? Так, давайте вот так вот. Слайдер топ, если нет, то база. Ну, либо любой другой способ, который, да, вы как бы знаете. Ну, я вот считаю, что как бы и лишний раз шармикончики закрепляться. И получается, что выравнивается поверхность, естественно, да? Наносим всегда все промежуточные этапы очень тонким слоем. Так. Парень не потерял еще к нам интерес? Так, у меня вообще стемпинг не особо получается, София пишет. На самом деле нету ничего сложного, просто приноровиться надо. Если вы лаком для стемпинга, София, делаете дизайн, то нужно как бы не давить на подушку. Легкий накат и отпечатывание. Можно попробовать вот импастами работать. Там она не пересыхает, очень легко получается. Так, все. Так, мы, значит, с вами слайдер-топ просушили. Я просмотрела, кроме чудного парня, у нас там никого не было, ничего не было, слава богу. Ну, вот поэтому мы с вами продолжаем. Давайте как-нибудь вот так наискосочек, например. Когда вы прикрепляете слайдер, девчат, конечно же, нужно просушить. Просушить. Обязательно обработать ультрабондом или праймером, да, картинку. Потому что почему? У слайдера нет липкого слоя. У слайдера нет липкого слоя, поэтому надо для хорошего сцепления обработать ультрабондом или праймером. И мы говорили, что объемные, как раз таки, вот переводные картинки, которые объемные, нужно очень хорошо обработать, пропитать прям ультрабондом. Подождать, пока высохнет на воздухе одну-две минутки, и после этого перекрыть топом. Топ может быть, девчат, любой, которым вы работаете обычно. Хотите глянцевый, хотите матовый, это не принципиально важно. Мы с вами все закрываем очень внимательно, аккуратненько, аккуратно, равномерно распределяем по поверхности. Так, и обязательно перед просушкой берем какую-нибудь чистую кисточку. Я, например, беру овальную четверочку и убираем все лишнее с картинки. Аккуратненько, просто излишки убираете, для того, чтобы картинка ваша объемная не потеряла этот объем, красоту вот эту. Так, просушиваем, просушиваем. И, девчат, с помощью, опять же, эмпасты, мы берем с вами эмпаста белый рафинад. Белый рафинад, это гелевая краска без остаточной липкости. Берем немножечко с вами, я вот так обычно с пальчика, да, взяла немножко. И теперь аккуратненько, аккуратненько дополню несколькими штришочками, чтобы было интереснее, то есть немножко добавим в ручной росписи. И вспомню, например, вензелечки, хоть и говорят, что это типа старый элемент, никому не нужный, неинтересный. Вы знаете, вот ими всегда можно заполнить неловкую паузу. Парочку линий, завитушечку, несколько точечек, и получается очень даже миленько все. М-паста, еще раз повторю, это гелевая краска без остаточной липкости. М-пастой можно рисовать на готовой поверхности. Вот, например, верхняя часть, вверху, ну и давайте, например, вниз добавим как-нибудь пару завитушечек. Так, а по ходу того, как я перемещаюсь вниз, можно немножечко беленьких точечек никогда не помешает непосредственно вот на наши эти шарики. Так, видно, несколько точечек вокруг. Ну, давайте еще одну какую-нибудь завитушечку добавим. Перевернула пальчик к клиентке. И еще чуть-чуть. И знаете, все время думаю, еще чуть-чуть, еще чуть-чуть, и держите меня семеро. Так, вот здесь, чтобы уже ничего такого не добавлять. Это, знаете, как в лучших традициях дизайнов от Екатерины Николаевны Мирошниченко. Это когда много-много-много разных элементов собрано на одном ноготочке. На самом деле, на самом деле, не обязательно прям вот все делать, допустим, как мы делаем. Просто мы пытаемся, знаете, как бы вот собрать в кучу все и стемпинг, и слайдеры. Что мы тут еще собрали, да? Всякие там тонировки и так далее. Просушиваем, девчат. Просушиваем и будем прикреплять вот сюда к нам готовым вариантом. Так, ну я вот так вот подержу и сейчас вот листану обратно, посмотрю, может какие-то вопросы были, кроме вопросов про любовь. Спасибо за сердечки. Прям посыпались. Уже понятно. Так, иди домой, красавчик, уже отравили. Замечательно. Хотела послать, смотрю, он уже оттуда. Так. Я ищу вопросы. Очень красивый элемент, оно никак не получается. На самом деле все получится. Просто самое главное внимательно посмотреть медленно, попробовать с экрана где-то повторить. На самом деле все очень простые элементы, все заучивается. Так. Ага, вот еще Анастасия. А после того, как краску нанесли, топом покрывать не надо. Да, Анастасия, вот мы говорим о том, что мы вот, допустим, добавляли сейчас с вами элементы с помощью белой эмпасты. Что такое эмпаста? Эмпаста это гелевая краска без остаточной липкости. И вот сейчас, девчонки. Значит, гелевая краска без остаточной липкости. И вот именно свойства эмпасты позволяют этой краске стоять сверху на готовой поверхности. Поэтому эмпасту мы используем как краску для рисования, которую рисуем на готовой поверхности. То есть, неважно, может быть, ноготь покрыт матовым топом, ноготь может быть покрыт глянцевым топом. Вот, поэтому вы можете запросто на готовую... готовы.